Звание «Лучший добровольный пожарный» в Сибирском федеральном округе присвоено главе Преображенского сельсовета Дмитрию Горелову. Он стал победителем двух этапов муниципального и регионального осмотра конкурса, учрежденного МЧС России. До конца октября сохраняется интрига. Удастся ли одержать победу и на заключительном федеральном этапе? С подробностями мои коллеги. Дмитрий Горелов в должности главы Преображенского сельсовета трудится уже третий срок. Ему доверяют жители и местные депутаты. Заботу главы не счесть, однако, несмотря на загруженность, он успевает работать еще и в добровольной пожарной команде. Если хочешь чего-то добиться в любом деле, нужно его возглавить, наверное, не наблюдать со стороны, чтобы понять те проблемы, которые возникают. В восьми сельсоветах из Китимского района созданы добровольные пожарные команды. У всех есть специальный транспорт, но не у всех имеются приспособленные гаражи. Над этим район администрации работают. Будучи главой сельсовета, Дмитрий Горелов позаботился о помещении. Автомобиль круглый год на ходу. Добровольцы нам помогают в наиболее ответственный весенний, летний пожароопасный период, когда возникает максимальная угроза населенным пунктам. Самые суровые будни добровольных пожарных и глав сельсоветов наступают весной. Трава и мусор загораются с удивительной быстротой. Практически у каждого главы в машине есть ранцевый огнетушитель. Никогда не знаешь заранее, где и надолго ли застанет беда врасплох. Самое нелюбимое отдело, наверное, это наши природные пожары, потому что зачастую тот участок, который мы потушили, может через 15 минут снова загореться. И люди вместо того, чтобы, скажем, убрать весной вот этот горючий мусор, они его просто-напросто поджигают. Там остатки прошлогодней травы и все остальное. На одно и то же место, в прошлом году был случай, там лес перед горевкой, мы, наверное, неделю из него не вылазили. Однако среди глав сельсовета Воскатимского района Дмитрий Горелов единственный возглавляет добровольную пожарную команду. Его обязанность до приезда пожарного расчета – прибыть к людям на выручку. Из Аскитима пожарные будут ехать 40 минут. В этом году в конце мая в Каменке сгорела баня. Это малая жертва. Если бы не помощь наших добровольцев, жилой дом через тропинку сгорел бы до основания. Или жгли мусор, или топили баню, в ночь, видимо, что-то оставили, и баня ночью разгорелась. Ну, естественно, промедление в прибытии, оно привело бы к более тяжким последствиям, поскольку оно вот видно, что уже есть следы горения на доме. Это кадр видео, который был отправлен на федеральный этап конкурса МЧС России. На первом этапе профессиональные пожарные лично оценивали скорость надевания боевой одежды, оказывание первой медицинской помощи и развертывание пожарного рукава. Результаты оказались самыми лучшими. Победа. Для отправки в Москву все сняли на камеру. Данный конкурс проводится в нашем районе впервые. Очень удивительно и порадовало то, что первый и второй этап прошли, ну, можно сказать, отлично. Сейчас документы поданы на федеральный уровень данного конкурса. Результаты будут известны 30 октября. Надеемся на отличный результат, ну и на победу. Дмитрий Огорелов и пожарные ставят пример. Таких бы людей, да побольше.